Друзья, всем привет! Представляете, сейчас такая расстроенная, что я натворила. Андрей сегодня снимал видео. Такое видео хорошее получилось. Представляете, думаю, сейчас буду монтировать. А предыдущее видео я удалила. И вместе с ним удалила и то видео, которое снимали с Андреем. Он так хорошо снял видео. Он столько рассказал и столько всего интересного. Я расстроилась, не могу. Он уехал у меня в магазин, там за какими-то болтами. Мы собираемся на огород. Я так расстроилась. Такое видео хорошее. Вы представляете, он еще об этом не знает. Бушочек здесь нет. Представляете, я удалила из тех, где я удалила и тот альбом. Где там чистить. Я все почистила, потому что у меня памяти мало в телефоне. Представляете, думала, ну сняли видео, будет у нас видео. Ну как с запасом, я же всегда выходные работаю. И чтобы был материал, думаю, фу. Ну мы как бы снимаем только вперед на день, например, на два. У нас бывают видео в запасе, когда два дня я работаю. Но иногда нет, иногда снимаю даже в рабочий день, но вечером. Бывает на работе. Я вообще расстроена до невозможности. Блин, ну вообще такое видео. Андрей там много чего рассказывал. Он с таким настроением встал утром, сам начал снимать видео. Представляете, я просто в шоке. Что он там рассказывал. Ну блин, он сейчас расстроится тоже, потому что видео хорошее. В общем, вот так. Да, вот так бывает, друзья. Я вообще сейчас в шоке до меня доходит. Я думаю, пока Андрей уехал, я сейчас его смонтирую, это видео. И до меня доходит, что я живу удалила и почистила телефон. Вот так. Он будет расстроен, да, Пушок? Папа будет расстроен. Ну в общем, у нас на улице прекрасная погода, тепло. Сейчас пойдем. Я приготовила уже помидоры. Сейчас сажать помидоры будем. Грядки мы решили сейчас не делать. У меня там ковши везут. Места мало. Я вот туда и эти сачки. Ой, сачки, господи, как они называются. Ну в общем, ладно. Это. Ну в общем, мы это, как ее. Помидору пойдем сажать. Грядки. Сейчас Андрею говорю, уже не стоит делать грядки, потому что хотели в осень делать грядки. Такие высокие. Будем их позже делать, чтобы потом их в осень уже заполнять листьями и засыпать землей. Вот так вот. Ну короче, в общем, девочки, я так расстроена. Я так расстроена. У меня настроение пропало вообще. У меня прямо, знаете, у меня в жизни было уже так. Наверное, это у меня только второй раз за все это время, как мы ведем канал. Второй раз такая ерунда. Я удалила видео. Один раз Андрей удалил, нечаянно чистил телефон. А второй раз вот сегодня я удалила. Ой, сейчас Андрей придет и скажет, что ептель-моптель, в коем-то веке я с таким настроением тебе снимал видео. Вот мои помидоры. Смотрите, какая лошадка стоит. Вот перчик. Сейчас пойдем сажать. Сегодня вроде бы ничего погоды. Вчера же стирала вот это все белье. Толстовика не высохла. Повесила в зале. Сейчас с утра все вынесла. Еще одну стирку сделала. Выстирала белье. Но сегодня ничего. Погода такая солнечная. 21 градус там нормально. Вот сейчас пойдем заниматься. Хочу высадить все помидоры. В общем, вот так. Ладно, не буду волны 10 раз с этим видео. Жду Андрея и не знаю, как он отреагирует. Не знаю. Андрей приехал. Сейчас я ему скажу. Что, купил? Да. Андрей. Что? Не убивай меня, пожалуйста. Не за что? Я видео удалила, которое ты сегодня с утра снимал. Да, ну и что? Еще новое сейчас достану. Я думала, ты меня убьешь. А, я что, вот это? А у тебя что, и все трудно было? Да, я везде почистила. А вот мне, видите, еще. Я так расстроилась. Такое видео хорошее было. Ну, не судьба. Ты там в любви признавался нашим девчонкам. Да? Ну, да. Ну, ты говорил, как в смысле это, что наши все Проничкины уже как родные стали. Говоришь, мы пишем комментарии, общаемся с вами, как с родными уже. Ну, как нам комментарии плохие, кто пишет. А ты же там говорил, помнишь? Я помню, да. Да, то, что мы снимаем не за деньги, а просто уже как бы привыкли, как хобби у нас. И мы, общение, это у нас как семья большая. То есть, за такие комментарии, вот что наши пишут, нас смотрят, любят. И вроде бы хочется снимать. Для своих. Да, для своих. Мы же кому-то нравимся, значит, вот поэтому и хочется снимать. А вот другие, ну, ничего страшного. И мы много там что-то так, ну, такое видео получилось такое душевное, хорошее. Ну, да, души там как-то, да ладно. Я в обеи раздроена. Андрей, вот что ты там вот это, скажи, что ты купил вот это вот, заказывал? Что это такое? Честно сказать, это, ну, купим, заказал, это я так, а, на Алиэкспрессе заказал, да. А, нет, вру, вру, на Азоне я заказал. Это датчик, он, это, как, воду проверять. Я так думаю, что это на соли или что-то, как на чистоту воды. Один датчик на чистоту, а один датчик это PH проверять, какой PH у нас есть. И с другой стороны, я говорю, я пил вроде с крана воду, блин, сейчас замерил, блин, она, ё-моё. Тут вот, показывают, там вот некоторые, если очищенная вода, вот у нас, там бывает, ну, 40 единиц, вот как бы показывает, а у нас в кране 500 единиц, кипяченая 450 единиц. То есть это, блин, вообще трындец. У нас есть, вот где, вот где продают воду, вот, да, вот что там стоят, автоматы какие-то с водой. И то в одном только автомате есть такая вот, он 40. Нормальная. Нормальная. В других, вот, там, в других 80, 120 есть и целое. Ну, тут допустимо, что-то вроде даже, ну, 180, 120 еще более-менее. У нас 500. Обычно нормально ваш. Вроде бы как. Я точно не знаю, может, кто подскажет, и целое. Вот. А у нас 500. А в Паловке там замерили, целое, полторы тысячи вообще. Там 150, думали 150, думали, ну, меньше, чем у нас. А оказывается, он уже не показал, он там умножает, наверное. То есть 150 умноженное там, умноженное на 10. Это полторы тысячи там у них. Ну, там уже прям видно, рыжая вода из-под крана. Да. Вот. Ну, я просто хочу сказать, и у нас тоже не, я бы не сказал, не Камильфо. Да я всегда знала, что у нас вода не очень, я поэтому ее и грею, кипячу всегда, в кувшин вон выливаю. ПАЖ, я замерил, у нас, ну, там вроде как показано на нем 6,86, там что-то, ну, 6,8, там как бы, ну, семерка самая такая, средняя нормальная вода ПАЖ, у нас показывает 7,8. Вот ПАЖ 7,86 у нас. Ну, норма почти. Ну, почти норма, да, по ПАЖ. Наверное, я не знаю, вот это вот 86, это много или мало, там, наверное. Вот. А там что? Я с ними как бы не разобрался. Э, да я тебя сейчас съесть, подпустил, это, ну, как это, сверло. Ну, тебя пускать туда нельзя. Пускать нельзя. Я думаю, что так долго у тебя нет, а я нервничаю, быстрее, приехал рассказать. Это эти, заклепки, ну, мне были нужны моменты, но я там уже сразу разных заклепок набрал, потому что, ну, мало ли там, какие нужны. Это в огород? Не, не в огород, ты же говоришь, что там вот, там, вот, машинка. А, на машинку, то есть. Не, в огород, там не нужно вот пока. А у тебя такие были где-то, я видела в огород, там, в гараже. В гараже, да, разные есть тоже. Но я еще взял, тут другие, как бы, ну, чтобы были разных этих. Калибров. Да, а вообще поехал, что-то, вот у меня они там были, а я поехал за это, ну, сверло взять к ним. Здесь вот на 4, и 4,8, и на... А, 2, это, я же сказал, вот, они тут 2, в комплекте, это на 3,2. Ну, это тебе надо, для машин ты что-то там хочешь делать. Да, просто. Они не всегда мне нужны, как бы, темно. Ну, нормально так. Ты мужик хозяйственный, любишь, чтобы у тебя в запасе еще было. Чтобы запас лежало, да, я люблю. Потому что это. Я люблю так вот взять запас, куда-то положить, потом ни хрена не найти, блин, поехать новых купить. И купить еще с запасом, чтобы были... Опять положить. Да, положить, а ведь хрена куда, чтобы потом не найти. Это не очень. И вот каждый раз, и вот, если меня поискать, у меня там, блин, этих уже продавать можно. Не то, что покупать. И каждый раз... Разве гаечек, болтиков. Да, да. Вот так каждый раз. Думаю, нафига больше. Ну, не могу, это вот как у женщин, она тоже так вот. Так же у меня тут, поверь. Думаю, запас. Что, пошли в гараж, в огород наш. Ну, пошли. А то уже там хмурится опять. Пошли пока нет. Так, ну, из медона, к медону нужно. Ну, оставляй. Надо будет этот, к дырели взять. Ну, не забудь дырели взять. А, мы еще курицу вчера же замариновали. То, что мы видим, говорили. Так, скажи, пожалуйста, как ты замариновал ее тоже. А то там спрашивали зрителя. Как, там просто мы ее нарезали поперек волокон, как бы, это нарезано. Она, ну, сантиметр, где-то 8 миллиметров толщины отдела. Потому что она пока усохнет, нормально будет. Вот. Солил я ее просто солил. Вот на килограмм мяса, вот этого нарезанного уже, я ложку столовой соли просто высыпал, перемешал. У нас получилось, то есть в одном, а, подожди, вру. Сейчас, вот, хорошо. А в том видео, как сказал, набрал? Да. Говори. А в том, как сказал, на килограмм ложка. Нет. Здесь, короче, ложка на 2 килограмма одна и 2 ложки на 4 килограмма. На 6 килограмм вместе получил. Во. А точно. А в том видео я набрал. Вот как раз она и удалилась там. А то бы пересолили люди. Вот. Точно. На 2 килограмма ложку столовой я высыпал соли, перемешал. Вот она солится потом. Она вот, я мочаразай, как? Замариновали. Замариновали. И уксуса. Ну, уксусу, да, там чуть-чуть. Наверное, на любителя. Это я просто для подстраховки. Вот уксуса, чтобы ничего с ним не было. Ну, я думаю, за ночь с ним ничего не будет, потом сохнет. Ну, он и маринад дает уксус чуть-чуть. Ну, может быть, и дает что-то. Так что можно уксусу, столовую ложку уксуса тоже на 2 килограмма. Мы вот так налили это самое. Это уксус не эссенция, а вот 9% столового. Ну, это на любителя можете не ложить. Да, можете не ложить, да. Потом вот она, сейчас, сегодня мы ее... Сутки. Сутки она пролежала. Даже я прошлый раз на ночь делал, и она уже просолилась. Вот, просто сейчас нам некогда, но она лежит. Мы ее отмачивать мы не будем, а мы просто ее промоем сверху, чтобы соль смыть. И все, и будем укладывать прямо на решетку, на сушилку. Сейчас принесу. Я включаю эту сушилку на там... Ну, я ее побольше включаю, там, можно на 2 суток включить, но я там поменьше. Ну, можно добавить, можно сразу включить, потом просто это. И просто потом эти... Нижние контейнеры наверх ставлю, а верхние на низ. Меняю, чтобы оно равномерно не высушилось. Потому что снизу вроде быстрее, там горячее. А, в сушилке я ставлю 65 градусов. Там написано по книжке 70, я в 70 пробовал. Что-то как-то сушить слишком. Вот 65, самое нормальное. Но это у каждого своя сушилка. Это уже по себе там, смотрите. Масло вчера. Как бы так. Мы раздемали мясо. Мясо теперь мы все отдельно. Крылышки, ножки, все. Тоже маслом мы это натопили. Вот, две баночки масла. Прелесть масла. Вот пасту мы сверху убирали, да? Пасту вот эту. Ну, нет, пену сверху. Пену, пену. Пахнет, я не знаю, что такое. Что это такое, подскажите. Да, подскажите, что это внутри. Вот белое такое, мы ее отдельно слили. Ну, наверное, для ее специально он такой плицал. Вот такая вот белая. А здесь вот как будто немножко как бы вот как маслица. А здесь вот она вот такая вот получилась. Не знаю, чуть такой вот. Ну, это вот как раз для этого и топит. Чтобы убрать вот эту вот воду, выварить оттуда. И вот это все отделить. Отделить вот это все. О, Господи, что я гремлю. Хочу это. Ты же обедал? Да. Ты обедал? Нет, я не знаю. Просто был второй завтрак. Да я просто не обедала. Я хочу, знаешь, хлеб тебе поджарить. Сейчас с чаем перекушу. Ну, я бы тоже пообедал. На тебе жареного нельзя хлебать. Че ты себе будешь? Да, не буду. Не надо. Че будешь есть? Да куда я значил? Че дашь? Че ты мне дашь? Ну, давай подумай. Может, на этом сейчас поджарить. И ты еще хочешь есть, что ли? Ну, Шарик. Слушай, ну смотри, какой, Андрей. Оно прям это. Че-то непонятное. А вы слышали? Вот. Масло. Вот. Ну, да. Ну, это вот сверх пена. А здесь как молоко, наверное. Ну, можно. Это молоко. Это молоко. Сейчас сливки, наверное, точно. Ну, в общем, я сейчас тебе несколько кусочков поджарю. Так, чем тебя кормить, дорогой? Он супчик ел рыбный только сейчас. Я не буду еще. Не сейчас ты, наверное, часа полтора назад, два. Я устроил голодовку. Ой, блин, два часа назад полил и голодовку говорит. А я как-то завтракала с утра, и все. Пушок, я тебе только сейчас давала. Слушай, у меня сейчас ничего не поджарится. У меня протест. Ладно, протест у тебя. Ну, в общем, мы перешли на масло топленое, и нам очень нравится. Без всякого этого растительного масла мы сейчас теперь живем. Ну, растительное только душистое такое вот. И то мы обычно берем у нас, где комбикор продают, с баскатовки. Сейчас, правда, давно не брали. Не знаю, сейчас есть у них, нет. У них они сами отжимают. То есть натуральный отжим, как и раньше, в советские времена. Отжимали без всяких там этих. Просто что отжали, то и есть. У них было вот такое масло раньше. Сейчас, не знаю, но его тоже сейчас люди, наверное, поняли. Они мало его делают, но бывает у них натуральное. А вчера купили фермерское молоко, а оно кислое, кисловатое. Вот делала я кофе себе с утра, кисловатое. Ну, бывает, да, никому я не знаю. Ну, это, может быть, как бы... Сразу и убрали, да, в холодильник. Или в холодильник. Не первой свежести, что ли, нам дали? Может, подсорили такое. Не первой свежести. А наше бутылках там все это. Им же тоже надо избавиться от этой продавщицы, наверное. Продавщицы избавиться от продавщицы? Нет, не продавщицы избавиться от продавцу. Ну, ладно, как. Может быть, я не знаю. Договорим на человека. Она может ни при чем. Да, может быть. Они же там тоже, наверное, собираются. Хотя у них там корова есть, ну, по-моему. То есть, я думаю... Может быть, и от населения часть собирают тоже. Но своих, по-моему, тоже держат коров там. Да. Ну, а иначе бы я тогда нафиг не брал тогда я сам. Потому что мы уже знаем, как в магазинах-то молоко. Все, сейчас прям я перекусываю и бежим. А ты что поглядываешь, так он косится оттуда. Пошел, пошел. Ну, все, я живая, видите, Андрей, меня не убил. Кто он такой у нас? Это я бы сейчас сказала бы, ай, ты что наделал? Да, ты уже бы плеж доедала бы сейчас. Да я шутю. Шутю. А ты что? Ну, чего ты орешь? Чего ты орешь? Кушай. Я тебе сыр только сейчас добавила. Пошел. Ну, на еще сыр будешь. Ты тоже, ты уже репет съела. Теревку еще накладывала. На еще. Я просто это, мясо убрала в холодильник, он его чувствовал. Мясо. Я размораживаю, он не ест вот сыр. Хотим это сделать. Ну, что, поджаривается хлеб на этом тоже нормально. Ну, так уже масло. Хотим сделать это. Сегодня бешбармак. Может быть, это уже следующее видео будет бешбармак, наверное, сделать. Только хотел сразу предупредить, что это... Ну, мы его называем бешбармаком. Бармотия на бешбармак. Да, но он у нас не из баранина. А тут скажут, что это за бешбармак. Мы скурили. Да, у нас даже не свинина, не говядина, а у нас курятина. Да, мы так больше любим. Мне так больше нравится. У нас все так готовы. Все так готовы. Наша семья вся. Считай, наших родителей, да, и сестру. Ну, сестра готовит так же. Технология вся та же, но только вместо баранины курица. Да, по-моему, так вот. Да, мы курицу всегда кладем. Ну, так любим, ну че. Да, ну, баранина тоже не каждый... Нет, баранина вкусная. Я люблю баранину. Я тоже, она вкусная, нормальная. Единственное, что я не люблю, она вот так быстро застывает. То есть ее надо уметь еще любить. Ну, быстро съесть горячим, чтобы... Ну, да. Ой, ребята, живая я. Господи. Тоже спросил. Думала мне. Ну, я теперь вот повторяю. Скажу, блин. Я же когда нервничаю, я всегда это... Прямо это... Ну, ненормально. Я вообще даже тут не... А я ждала, думаю, сейчас подъедет, скажу вам быстрее. Как нарушен три часа едет, блин, думаю, куда он пропал. А я же ждал это. Я вазон подъехал. Ты закрыта, думаю, да ема... Че такое? Я забыл, что ты вазон же. Кушок молочков. Не, я поехал за сверлами, еду, приезжаю, Лешку проезжаю, а у него, смотрю, это сетка стоит на окнах, затемненная. Я вспомнил, блин, у меня же тоже пришли, думаю, поеду вазон съездим. Приехал туда, а там обед, оно там у нее закрыто и написано. Подождите 15 минут. Вот я сидел, а как раз смотрю, 12 часов только. И вот 15 минут сидел там возле этого, смотрю, она пришла. Ну, расскажи мне, что ты на зоне-то. А, на зоне, ну, получил эти сетки на окнах, москитные, в машину. Вот, потому что на работе, чтобы закрывать, что-то там мухи, оводы летят там. Ну, вот, чтобы это все закрыть, короче, взял, заказал сетки. Надо теперь, мочь назад заказать сетки еще, не знаю. Тоже сейчас мучился, я думал, они там вставляются, а они, оказывается, на магнитах приставляются. И держатся, наверное. И держатся, как бы, да. Ну, я уж не знаю, насколько они там хорошо будут держаться. Я думаю, может быть, отдельно какие-нибудь магнитики еще заказать, чтобы к ним там приделаться, чтобы улучшить магнит. Хотя, и так вроде могу. А я смотрю, что ты возишь, ты возишься там. Ну, да. А я ее вставлять туда хотел. А думаю, что же они ее больше сделали. А они специально больше сделали, чтобы она на магнитах магнитилась. Но она, там, к резинке плохо магнитится, как бы, через резинку надо, чтобы... Потому что снизу, получается, зазор. Ну, это ладно. Ну, а еще хорошо, эта сетка, она как тонированная машина. Надо только, вот, я не знаю, надо снимать, а то будут гаишники останавливать каждый раз. Но я бы рада, он Лешку останавливает, он пока подходит, он их быстро снимает. Ага. Она мыться хотела завтра, если она будет мыться, то не будет уже, безусловно. Вот, но она вроде что-то хотела, потом вроде перейдем. Ну, не знаю, позвоню. Она... Ну, понятно. Да, позвоним завтра. Так что, друзья, вот твой обед. Объед, объедая мужика. Что-то у тебя обед какой-то... На обед, в принципе, это не обед. Перекус. Перекус. Так и скажи. Ну, у меня такие бывают часто обеды. Вот такие вот, без жидкого. Вот, кофеек вредный мой. Ну, второй бокал за день, да, больше не буду пить. До обеда два бокала, все. А знаешь, почему он тебе вредный, Кошка? Потому что тебе там кошка жопу моет постоянно. Да, такая кисточка у меня здесь. А меня зрительница спрашивает. Наташа, а почему у тебя ложка вот так вот? Вам удобно так? Ну, я как-то вот так всегда пью. Я ее почему-то пальцем держу. А вот иностранцы говорят, они... Они русского сразу можно узнать. Что это русский? Мы чай, да, что это русский. Или даже просто с России. Да, 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 с России. Просто с России, да. А они не вытаскивают ложку из этого. Из бокала. Говорят, вы не боитесь глаз ее выкнуть? А мы же привыкли, мы же ее держим пальцем. В принципе-то мы ее, когда прямо, мы же ее пальцем придерживаем. У нас уже привычка такая. Да, они все это замечают. Ну, все, наверное, будем это видео заканчивать. Я-ля-ля, нажаловалась, наговорила вам здесь, поболтали чуть-чуть. Ну, вот. Только опять не сотри. Ой, так все, друзья. Всем пока-пока. Спасибо вам большое за просмотр, за лайки, за хорошие, замечательные комментарии. Мы вас тоже очень любим, зрители наших любимых. Поэтому спасибо вам большое. Пока-пока. Пока-пока.